Всем здравствуйте! Сегодня посмотрим на пиццильку. Очень радостная новость. Ну и посмотрим на результаты барбусов, на личиночку. Тоже очень приятная новость. Всем вам приятного просмотра! Родились мальки пиццилей. Меня прям это очень порадовало. Вот эти пиццильки. Самочка одна из них. Какая родила, не знаю. Ну здесь есть еще и, конечно, меченосцы. Посмотрите, здесь какие самочки полные. Тоже постоянно рожают. Здесь меченосцев тоже очень много. Ну и пиццильки вот не видно. Они вот вверху, в уголку там стоят. Не знаю, как разглядеть их. Нужно пересаживать в другой аквариум. Чтобы они там быстрее развивались и быстрее росли. В леснере очень хорошо растет. Можете вот посмотреть. Тоже буду делать отдельный ролик по эксперименту. В каком грунте лучше растут растения. Ну вот будет такой обзор на валиснерею, криптокарину. Они очень хороший рост показали. Ну это в следующих роликах. Вот. Можно наблюдать вот там такие серенькие малючки. Это вот пиццилька. Ну и рядом это меченосцы. Такие уже большенькие. Буду сейчас пересаживать их. Пока думаю, в какой аквариум. Их пересадить, чтобы вот в пиццильке. Там еще есть вот мелкие меченосцы тоже рождаются. Постоянно тоже в отдельный аквариум. Потому что они могут немного, чуть-чуть отставать в росте от вот этих большеньких. Здесь уже есть большенькие меченосцы. Они вот сейчас как раз всю эту Артемию здесь покушают. И могут не оставить своим младшим братьям и сестрам. Ну вот здесь их очень прямо сейчас хорошо видно. Три таких карапузика. Так что вот такая работа сейчас мне предстоит. Пересаживать скорее всего буду вот в этот аквариум. Здесь вот самец петушка. Его нужно пересадить в другой аквариум. Ну и я вот, наверное, где-то процентов 40 водички, 35 даже слил. И буду из того аквариума, где сидят малючки, буду сюда набирать. Чтобы вода так по параметрам особо не отличалась. Хотя здесь водичка свежая, хорошенькая. Думаю, я не себя здесь буду чувствовать прямо вот отлично. Пересадил часть мальков. Такие даже темненькие есть. Темно-темно-серые, ближе к черному. Ну, в основном вот они в дальнем, там уголку, ближе к дальней стеночке. Ну, пиццелик, наверное, штукчик 15 малючков. Ну и меченосцы еще тоже попали. Примерно одинаковый размер вот в этот аквариум пересадил. Думаю, им здесь будет хорошо. Артюшечка здесь, Артемии. Немного, но есть. Видать, вот мальки только-только недавно родились. Может быть, утром. Сейчас вот они здесь проходят акклиматизацию. Такая вот интересная и очень радостная новость для меня. Пиццельки порадовали. В этих нерестовичках были барбусы огненные. Я их пересадил в большие аквариумы, где они обитали ранее. Ну и сюда, конечно, посадил тернежку. И тернежка тоже отнерестилась. Начнем с вот этих нерестовичков. Здесь нерестились суматранские барбусы красные и зеленого цвета. Посмотрим, какой результат. Начнем с них. Не знаю, видно или нет, но вот личиночка висит и на сеточке, и на дне ее много. Вот на обогревателе тоже можем видеть. Здесь тоже такие маленькие-маленькие ниточки висят. Сверху тут, ну везде, в общем, личинки очень много. Самцы сработали очень хорошо. Ну вот приближаю, не видно ее, личинку. Вот она здесь. Ну и здесь тоже личиночка есть. Ну, в общем, барбусы порадовали. Вот как ниточки висят. И тернежка тоже отнерестилась. Икры много, но мне кажется, опять будет побелевшая икра вся. Посмотрим, в общем, будет личинка или же нет. Ну вот тут сразу можем наблюдать побелевшие икринки. Здесь без обогревателя. Видать, самочка просто скинула икру, а самец ее не оплодотворил. Ну вот тут вот оплодотворенная икра. Здесь можно наблюдать, белых икринок не так много. Здесь тоже есть и оплодотворенная и неоплодотворенная тоже есть. В общем, завтра буду посмотреть. Возможно, личинка появится. Но не уверен. Мне кажется, что все-таки самцы не очень хорошо сработали. Субтитры сделал DimaTorzok